Виктор Балакин в Доме ветеранов всего несколько месяцев, но уже успел освоиться и найти друзей. Все друзья. И с кем сейчас я в этой комнате нахожусь, и рядом комната тоже хорошие люди. Ну и так в других комнатах нормально. И что обращаюсь, они делают. То одно попрошу сделать, то другое не делают, исполняют все. Так что здесь мне очень хорошо. Получается, вы одна дружная большая семья? Да, одна дружная большая семья. Скучать в этой семье не привыкли. Постоянно проходят вечера отдыха, концерты, встречи. Да и сами бабушки и дедушки любят заниматься творчеством. Так Валерий Вальтер вспомнил увлечение молодости. Вновь начал рисовать. Говорит, только сейчас появилось время для творчества. Люблю народные песни, и особенно люблю вот эти вот одежды, народные одежды всех народов. Вот и русские, мордовские, чувашские. Вот эта народная одежда, платье. Просто смотришь, как люди умели одеваться красиво. В день пожилого человека к тем, кто молод душой, пришли гости. Для жителей Дома ветеранов спело станцевал фольклорный ансамбль «Летечка» из детской школы искусств. Плесовые, хороводы и частушки. Из своего репертуара юные артисты выбрали лучшие номера. Понятные и близкие сердцу народные песни публика встречала с улыбкой и аплодисментами. Артисты с трудом скрывали волнение, ведь танцевали и пели они для особых зрителей. У них нет родных, им тяжело, им нужна помощь, чтобы они знали, что у них тоже есть друзья и с теми, с кем можно поговорить, пообщаться. Мы рады, что сегодня такой день, что бабушки будут рады, и дедушки. Нам приятно им делать радость, добро. И когда они смеются и радуются, нам даже как-то становится легче намного выступать. Может быть, кто-то вспомнил, в своих семьях опелись вот там за столом. Вспомнили, как на поле во время жатвы пелись. Некоторые сидят, плачут. Это так вообще трогательно. И вот когда начинаешь понимать, что все-таки мы связующее звено, звено поколения между, ну нельзя сказать, прошлым, но, наверное, далеким таким временем и временем, что нам предстоит в принципе в будущем. Звенья двух далеких поколений соединились. Связующей стала народная музыка, которая не имеет возраста. Алина Филиппова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».